Девушки отдыхают Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну чё, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам ещё пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил всё, что там было в одно лицо. То есть, подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолёта пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь в миссис Смит, как ощущение. По-честному? Я как-то не думала. Но звучит и в самом деле неплохо. Значит, всё запланируем и обсудим. Свадьбу. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Я так боялся, что ты откажешь. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Ты сказала «да», и я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Я люблю тебя, Аликс. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлёкся. Идём поищем. Ну, и где же, ну, волшебные врата? Так, всё, хватит с меня. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймём, как сюда попал самолёт. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Ну, как ощущения после помолвки? Гора с плечем, честно. Я столько об этом думал. А зачем под водой-то? Хотел, чтоб запомнилась. И запомнилась бы здоровой. Не могу не признать. Сделать предложение на Дня океана очень романтично. Ты так быстро решила степениться. Горжусь тобой. Что бы я делал без такого брата? Э, то. Это в каком смысле? Ты сказал слушать сердце? Не настолько я сентиментален. Я про мединститут говорил. И что? Привет. Ну, завтра-то ныряем? По мне, это... Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла планшет? Ой, сейчас, пардон. Я отвлеклась. Есть. Идем. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание. Зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда. Ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулу из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну, хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно. Может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди. Их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом мэйке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? Она была начертана на истлевших страницах древнего журнала, который я откопал в кармане самолетного кресла. Тот маяк стоял в атоле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме. Отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови. Еле бредет по берегу. Без силы она рухнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Только об одном и думает. А она говорит. Я живу здесь. На маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот. Они идут наверх маяка. А там на полу лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо. Тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Жуть какая. Ладно. И кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там. Сидит в шкафу. Муж, значит, предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась? Тогда Смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает. И... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. А, ужас какой. Вот это поворот. Круто. Лихо закрутил. Меня ты напугал. Здорово. Да, кровища ты не пожалел. Ну ладно. Повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту, перед отбоем мы обязаны выпить еще попиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку, друг. Не, я паскал. Не, я паскал. Не, я паскал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет! Хорошо, когда люди помогают. Согласна? Правда? Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Эй! Вперед! 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 Давай! Ну, спасибо! Кто-нибудь знает, где Бред? Он где-то прячется? Бред под одной из коек. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Бреда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну, здорово! Он же может там погибнуть! Бред взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Нат как мне? оу-у-уу-уу-ууууend Бумение… Все могло сложиться совсем иначе. По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Отлично! Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт второй, сцена седьмая. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok